И-ХА! Могу маленькие, если честно сказать, но набережная тут ничего замечательного. Сейчас Константин так еще покажет вам. Тут кораблики и все остальное. Что интересно, неожиданность какая. Пальмы, зеленая, температура воздуха примерно 15-16 градусов. Диета важна. Важно то, что кругом тишина. Люди сидят в ресторанах, потом полно, причем люди напихано, плотно очень напихано. Люди сидят в ресторанах и по всей набережной горят такие жаровни, в которых палки, дрова горят. И абсолютно тишина, никто не радуется, не взрывает ничего, не бегает, не кричит ура, 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 ну вот или еще что-нибудь. Что-то прошло, когда были, мы как-то на этот вопрос не обратили внимания. А сейчас вот идем, как-то для нас это как-то необычно. Ну что, будем продолжать движение, вам рассказывать еще как это выглядит. Ну это довольно забавно. Пока-пока. Привет, друзья, на связи Константин Сергей. Ну что, мы опять еще в чешме. И вот идем по набережной, где-то с другой стороны. Посмотрели, что там дальше. Ну там дальше ничего нету, тишина полная вообще. Вот, никакого праздника нет. Праздник, похоже, развивается только на центральной площади. Вот, еще интересно, мы тут проходили мимо кемпера. Вот за моей спиной такой один стоит, если вы его видите, там Константин должен его показывать. Это кемпер на двух человек, такой в машине типа Мерседес. Вот такая, как у нас маршрутка маленькая. Вот, и мы еще думали по поводу того, насколько это эффективно и интересно ездить на такой машине, ну, путешествовать, скажем так. А в чем смысл? Если вы смотрели наши предыдущие видео, мы когда-то тоже путешествовали на таких машинах. И, ну, только побольше, конечно. Такие большие, скажем, прицепы, в которых помещается гораздо больше, чем два человека. Ну, и там можно ходить внутри, спать, и все нормально. Не так, как тут. Ну, тут похуже сделано. Вот. Так вот, интересно, что стоимость, получается, такой машины за 10 дней, это примерно такая же стоимость, как стоимость целого дома за месяц. Вот. А тут еще Константин сказал, что, говорит, если так подумать, то вообще можно с едой, с поездкой. На обычной машине. Плюс еще, ко всему прочему, питание. Вот. Переезжая из отеля в 5-звездочный отель, вы еще сэкономите, если будете ездить на такой машине. Ну, понятно, что тут есть свои, как говорится, преимущества. В том смысле, что вы мобильные и можете ездить. Это, как бы, есть в этом что-то. Во всяком случае, кажется, что это очень интересно. На самом деле, на самом деле, это было не так интересно, как мы думали. Мы несколько раз проводили этот эксперимент. Вот. И пошли к выводу, что все-таки лучше путешествовать так, как мы сейчас это делаем. Вот. Ну, а по поводу Нового года, вот сейчас, видать, люди поприезжали. Вот одна машина мы видим, там еще одну. Точно такую же. Турция это модные машины. Они почему-то на больших домах не ездят. Вот. Такие, как автобусы или такие, как большие такие, как полуприцепы такие большие. Интегрированные, да. Вот. И так далее. Вот они на таких не ездят, а ездят на таких маленьких. Вот. Ну, и я просто себе и шли и думали, что что можно в этом несчастном прицепе. Там еще с ребенком, кстати. Ребенок оттуда еще кричал, что-то так плакал. Вот. Как они там бедные помещаются и как они там бедные живут. Как это, наверное, тяжело. Вот. Ну, такая ситуация. Идем, идем ночью по типичным турецким улицам. Что интересно. Вот. Такой старый город здесь. Значит, это мы идем, что поднимаемся. Это мы так думаем. Да. Что мы поднимаемся в сторону замка. Вот. Эти вот улочки мелкие такие. Вот. И прям такие дома с выходами, с воротами на улицу. Вот. И тут. Да. Это вообще такое. Какой-то создает такой вечерний странный антруаж. Непонятно. И вот идем и вообще удивляемся. Вот. И кругом горят огни. Как вот впереди. Ну. Так что очень интересно. Идем дальше. Привет, друзья. На связи Константин Сергей. Вот. Возвращаемся уже домой. Продефилировали, так сказать. Сделали променад. Ха-ха-ха. По набережной. Там зашли вверх, вниз. Вот. Все вам показали. Ну и сейчас уже начались домой. Что интересно. Вот. Я не могу это не сказать. Константин мне запрещал. Но я должен вам это доложить. Ну. Значит. В нашем заключительном репортаже. Еще перед поздравлениями с, как говорится, с этим. С брызгами шампанского. Вот. Вот. Люди везде ходят. Туда-сюда ходят. Туда-сюда. Значит разговаривают. Вроде бы мирно дефилируют. По набережной. Там больше ничего. Практически нет никого. Значит. И в основном собираются на площади. Там на площади собираются. Там музыка играет. И так. Достаточно большое количество людей. Вот. И складывается такое ощущение. Что все что-то ждут. Ждут указаний. Говорят. А указаний нет. Я это не понимаю. У всех глазах читается. Ну. Сейчас вот кто-то должен выйти. И сказать. Ну все. Праздник начался. Вот. Значит. Устроим маленький этот. Бурдель. А он как бы пока не получается. Вот. И вот все как бы ходят. 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 На 22 часа. Вот. То есть как бы. Уже бордель пора начинать. Вот. А никто еще ничего не начал. Вот. Ну. А мы сейчас конечно перемещаемся к нашей машине. Едем в ресторан. Заказываем еду. И. Возвращаемся так сказать. Домой. Для того. Чтобы продолжить уже так сказать. В узком кругу. Да. Широкий праздник. Вот. Для того чтобы. было так сказать. Что поесть. Что посмотреть. Вот. Ну и что порадоваться. Вот. Вот такой вот. У нас новый год. В Турции. В Чешме. Пока. Пока. Привет друзья. На связи Константин и Сергей. Остается полчаса до начала нового 2023 года. Мы в этот провожая 2022 год. Вот. И встречая новый 2023 год. Хотели бы вас поздравить. С наступающим новым годом. И пожелать. Ну. Желать сегодня счастья. И. Успехов. Наверное не самое правильное. С учетом того что происходит. В нашей стране. В других странах. Поэтому мы пожелаем. Здоровья. Вот. Окончание войны. В Украине. Вот. И. Чтобы все стало как раньше. Мне кажется что раньше. Было действительно хорошо. Вот. А сейчас. Много новых возможностей. Но. И. Много новых вызовов. Вот. А риски. Это не всегда приятно. Поэтому мы желаем. Чтобы 2023 год. Был. Стабильным. Хорошим. Надежным. И. Скажем так. Устойчивым. Вот. Гаванью. Куда бы можно было бы. Спрятаться. От тревог. И. Различных. Ну. Скажем так. Страшных. Потрясений. За. 2023 год. За. Стабильность. И. За. За. Все хорошее. За. Все хорошее. За вас. За. 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 За.